Празднование Дня славянской письменности и культуры в Москве на этом не закончилось. Вечером того же дня Святейший Патриарх Кирилл и предстоятель Иерусалимской Православной Церкви посетили масштабный концерт на Красной Площади. Наши любимые песни. Это первый праздник общего хорового пения был организован Русской Православной Церковью при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Молитвой Отче наш начался большой праздничный концерт на Красной Площади. Молитву исполнили более 30 хоров общей численностью 2000 человек. Всех их и еще сотни и сотни людей, которые пришли на концерт, приветствовал Святейший Патриарх Кирилл. Совершенно не случайно, и многие из вас знают, что в церкви мы молимся тоже посредством песни. Мы поем песни, которые называем песнопениями. Но многие из вас также знают, что иногда и простая песня становится молитвой. И это знают очень многие люди, которые прошли через трудные обстоятельства своей жизни. Это хорошо знают народы. Вот сегодня я вас всех приглашаю петь. Не просто слушать замечательную музыку, прекрасных хоров, которые будут здесь выступать, но тоже вместе петь. Давайте этим многотысячным хором споем те песни, которые объединяли наших бабушек и дедушек, отцов и матерей, братьев и сестер, и которые сегодня способны объединять нас как единый народ. «Солнечный круг», «Катюша», «Прощание славянки» и «Надежда». Эти любимые наши песни на концерте пели и взрослые, и дети. Каждая их строчка знакома каждому с рождения. День славянской письменности и культуры в России — церковно-государственный праздник. Он отмечается в день памяти святых Равнопостольных Кирилла и Мефодия и призван напомнить о влиянии их наследия на развитие русской культуры, об общих корнях славянских народов. Концерт нашей любимой песни завершился исполнением сводным хором гимна Михаила Глинки «Славься» эфирверком.